Слава Иисусу! Слава Богу! Так славно поклоняться Господу, провозглашая эти слова. Наш Бог верный. Аминь. Я сегодня солидарен, просто соглашаюсь с группой вместе, с этими словами. Мы можем это провозглашать, утверждая самих себя. Вы знаете, что порой нам нужно самих себя утверждать в чем-то, что мы говорим каждый день? Так случается в рутинной нашей жизни повседневной, что мы произносим слова и иногда не придаем им значения. А если вникнуть в полный смысл этого слова, вы знаете, сколько силы, сколько власти в Божьем Слове, которая есть в наших устах и в нашем сердце. Сегодня брат, сестра, ты, наверное, даже не представляешь, насколько ты значим здесь на земле. Возможно, да, мы не настолько значимы, как некоторые, как мы думаем, но Господь, смотря на нас, видит нас особенных людей. Слава Богу! Об этом я хочу сегодня проповедовать. И мое слово будет сегодня... Я предлагаю вам открыть вместе со мною два места Священного Писания, которые положим в основу сегодняшнего слова. Это будет первое послание Петра, 2 глава и 9 стих. 1 Петра 2, 9. Здесь сказано так. Но вы, братья и сестры, это вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Второе место я хочу прочитать из книги Откровения, 1 глава, 6 стих. «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Кому слава и держава? Иисусу Христу, который соделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Вы заметили, что в этих двух местах Священного Писания общего, наверное, вы обратились, что Он соделал нас царями и священниками. Я однажды, имея короткое слово, призыв к молитве здесь, в среду, я произнес эти слова, заранее не готовился их говорить, но по теме оно так произошло. Хотел вдохновить людей, что Господь, Иисус Христос, Он сделал нас царями и священниками, и мы должны стать благословением для этого мира, окружающего нас. И когда я произнес эти слова на завтра, послезавтра, неделю, другую, вы знаете, я думаю о этих словах, они меня самого как-то взволновали, смутили. Так часто я их повторял, так часто я их слышал. И вот сегодня коротко хотел бы порассуждать с вами о вот этом состоянии, царями и священниками, говорит здесь Иоанн в том откровении, которое он получил от Господа. А апостол Петр, он обобщает и термин один произносит в этом отношении, говорит царственное священство, он объединяет цари и священники в одно, царственное священство. Братья и сестры, как вам чувствуется быть царем, здесь вот сидя на этом месте? Чувствуете ли вы, что вы цари? Или если вы не чувствуете, что вы цари, посмотрите, вокруг возле вас сидит царь. Порой для нас особой привилегией кажется быть рядом с царем, земным правителем, с кем-то очень важным и значим в нашей жизни. Но посмотрите в церкви, что творится мы в присутствии царей. Вот, но давайте посмотрим больше, что это значит. Конечно, мне хотелось бы поговорить и о царях, и о священниках, но сегодня только одну сторону я возьму, поговорим о царях. И Слово Божие призывает нас, братья и сестры, стать в позицию царя. Что это значит? Если бы мы обратим внимание, к кому обращены были эти слова, когда они были написаны, мы с вами прочитали, и Откровение, и послание апостола Петра, там написано церквям, да? Когда Иоанн пишет церквям в Асии, семи церквям, а апостол Петр говорит рассеянным в Понте, в Асии, там в других местах, то есть обыкновенным верующим христианам и при том рассеянным. И он говорит, что он соделал нас с царями и священниками. Вы род избранный, вы царственное священство. Какое же это царственное священство, если они рассеянные, если они прячутся, если их гонят, если их притесняют, если на церковь воздвигнут огонения, а апостол Петр говорит, вы царственное священство, вы особый народ. Братья и сестры, если смотрим Ветхий Завет, то эти две категории людей, они были особенными людьми. Почему? Потому что эти люди получали помазание, на них изливался елей, и пред всем народом их помазывали, как царей, так и священников, и они начинали служить народу, и они начали быть в этой позиции очень влиятельными людьми, с ними советовались, у них искали ответа, они были предстоятелями перед Богом за народ, за людей. Братья и сестры, это особенные люди, а в Новом Завете нас всех, Слово Божие, называют царями, особенными людьми. Брат, сестра, хочу тебе сказать, ты особенный, ты особенная. Сегодня, если посмотреть самих на себя, мы кажемся себе порой настолько незначительными, незаметными, а Господь нас называет особенными. И в чем же эта особенность, в чем значимость заключается? Если бы я попросил сегодня, или вы попросите своих детей нарисовать царя, показать, как они видят царя, что бы вы увидели на их картинке, когда у них уже этот шедевр был закончен? Человек с короной. Вот я тоже так думал, и Петр подсказывает. У нас общее мнение. Корона, конечно. Возможно, сидящим на троне. Правда? Я видел картинки такие, рядом с троном стоит сундук большой, и пониманием, что это золото там, очень много, богатство. Кто-то рисует огромный замок, царский дворец. И, конечно, в понимании детей, царь, это внешне очень влиятельный человек. Это очень такой, такая, персонаж, который вызывает восхищение. И у детей складывается впечатление, что эти люди предназначены для того, чтобы пользоваться славой, чтобы купаться в этих лучах славы. И вот удивительно, что порой взрослые люди думают точно так же. И это здорово, хорошо, когда цари, они имеют все необходимое, но если посмотреть на современных царей, правителей, то если они очень сильно купаются в богатстве и славе, то их порой даже судят за коррупцию. И интересно, что представление у нас такое, но не всегда так получается. Конечно, все к этому стремятся, но оказывается, это один главный козырь. Это не главное, что определяет царя, как славного человека. Если смотреть Слово Божие, очень много мест показывает, что Бог призвал нас быть царями, но не внешне. Это хорошо, когда внешне мы очень хорошо выглядим. Возможно, кто-то корону иногда оденет. Я не знаю, никогда не видел в церкви сидящих с короной, хотя это цари, но мы должны с вами выполнять функции царя. Братья и сестры, вот функции царя, вот что для нас очень важно. Порой, даже проповедуется, порой люди стремятся, чтобы внешне выглядеть как цари. И жизнь царская такая вот роскошная, жизнь процветания, это здорово, это хорошо, я не против этого, но так важно, что не к этому главному призывает нас Слово Божие. Слово Божие нас называет царями и священниками. И заметьте, что там дальше в Откровении написано Богу и Отцу Своему. Иисус соделал нас царями и священниками не для себя, не для своей славы, не для своего величия, соделал нас царями и священниками Богу. Братья и сестры, мы представители Божьего Царства. Мы здесь царствуем, чтобы представлять Его Царство, чтобы влиять, чтобы выполнять функции царей. Какие же функции царей, братья и сестры? Знаете ли вы, что когда избирались цари, они избирались для того, чтобы заботиться о народе своем, о своем царстве. И вот что я прочитал, библейское определение такое, функции царя. Царь, кроме того, что внешне он очень отличается от других людей, он обеспечивает защиту, творит справедливый и милостивый суд и символизирует силу и власть. Вот определение царя, основное в Ветхом Завете и вообще в Новом Завете, вообще определение царя, братья и сестры, Слово Божие призывает нас к тому, чтобы мы с вами стали на позицию царя, чтобы исполнять вот эти функции церкви. Братья и сестры, вам лично дана особенная привилегия не только называться, быть детьми Божьими, быть в Его Царстве и просто представлять царя, царей и Господа, господствующих, быть царями здесь, царями Богу, чтобы являть Его влияние, Его могущество, чтобы обеспечивать защиту. Как мы можем обеспечивать защиту? Братья и сестры, я смотрел некоторые примеры, их так много, но порой цари или царицы заботятся больше о себе, а Слово Божие призывает обеспечивать защиту для своих людей, для своего царства. Давайте посмотрим Ветхий Завет. Есть такая книга «Есфир». Помните о том, что произошло там? Царица Есфир пришла вот в такое состояние, когда она стала царицей. На самом деле она была простой иудейской девушкой. Возможно, в некоторое время особо на нее не обращали внимание, тем более она была сирота, и ее воспитывал ее двоюродный брат, который был старше ее возрастом. И вот прошло время, вы знаете эту историю, она стала царицей. И у нее была предшественница Астинь. Вы тоже помните об этой царице. И вот однажды царь Артаксеркс, он сделал великий пир для князей всего своего царства, всей империи того времени. И этот пир длился очень долгое время. А затем, написано, он во дворе, в саду, там сделал для всех людей своего царства этот пир. И написано, он захотел показать всем похвалиться, насколько красивая у него жена, царица Астинь. Она была очень красивая. Ну, по крайней мере, так думали и считали два, по крайней мере, два человека, как минимум. Сам царь Артаксеркс так думал, вот почему он хотел всем показать и похвалиться, что именно она является царицей, его женой. И так думала сама Астинь. Я не знаю, как остальные, наверное, все восхищались ее красотой, но, как я замечаю из этой истории, все ее внимание, все ее сосредоточенность была на самой себе. Насколько она красива, насколько она может затмить всех, когда выходит. И когда ее позвали к царю, чтобы она вышла перед всеми, и она отказалась. Нужно еще попросить. Возможно, вы недостойны моей красоты. Вот эта вот эгоцентричность такая вот этой царицы привела к тому, что она потеряла свой титул. Она перестала быть царицей. И это случилось в ее жизни. И прошло время эту историю, вы знаете. Есфир, ставший царицей, над всем царством этим великим, над всей этой империей. И вот она находится во дворце. И Слово Божие говорит о том, что она тоже была красивой, потому что выбирали всех красивых девушек. И она была весьма красивой. И она была во дворце. Ее царь полюбил, превознес над всеми. И у нее было влияние. Но вот случилось что-то в этом царстве, когда враг замыслил зло против иудейского народа. И случилось так, что придет тот день, что во всем этом царстве начнут истреблять иудеев повсеместно, где бы они ни находились. Назначен был день, час, назначено было все. Указ этот подписан. И что оставалось делать? И вот смотрите, ее двоюродный брат сформулировал функцию ее как царицы. Возможно, кто-то думал, царица для того, чтобы красоваться, чтобы наслаждать взгляды людей своей красотой. Но нет. Мордохей формулирует этими словами, что значит ее призвание. И он говорит ей, посылает к ней и сказать такие слова. Не для такого ли времени ты удостоилась царского достоинства? Не помню, дословно там уже сейчас не открываю. Не для такого ли времени ты достигла достоинства царского? Потому что если сейчас помощь придет не от тебя, Бог найдет через кого послать свою помощь, но сейчас ты находишься на этой позиции, когда можешь заступиться, когда можешь сказать свое слово. И вы помните эту историю? Она не была позвана к царю, она не могла прийти к нему, и она, рискуя своей жизнью, после молитвы и поста, она идет, рискуя своей жизнью, вступается за свой народ и совершается чудо, и иудейский народ спасен. Впоследствии вы знаете, что произошло. Я на этом хочу закончить с этой историей. Смотрите, какая разница царицы Остинь и царицы Есфирь. Один думает о себе, одна, вторая думает о народе своем, одна думает о том, как сразить всех просто своей красотой, другая думает, что сделать для того, чтобы народ был спасен, и даже рискуя своей жизнью, даже нисколько не жалея саму себя, идет на этот риск, и Господь дает победу. Слава Богу! Братья и сестры, вот функция царя или царицы, вот наше призвание с вами, как церкви, братья и сестры, вы особенный народ. Бог вас поставил в такую позицию, что вы можете стать заступником для многих людей. Вы можете стать в такую позицию, когда вы перед Богом просто остановите, погибли для многих людей, люди будут спасены, те, которые окружают вас. Смотрите, что замыслил враг, чтобы уничтожить многих людей, и не только тех, которые живут во грехах, и так в этом мире, но даже против избранных, порой он восстает. Но сегодня есть люди, которые чувствуют эту функцию царей, призвание Божие в своей жизни, чтобы стать заступниками и обеспечить защиту. Братья и сестры, настолько значим ты здесь на земле, когда ты молишься за своих детей, когда ты молишься за своих родных, когда ты молишься за церковь, когда ты молишься за окружающих людей, за твой город, даже за страны. Сейчас я постоянно молюсь за ту страну, из которой я выехал. В каждой молитве вспоминаю об этом. Вы знаете, наша молитва, она может многое делать, и мы с вами к тому призваны, чтобы стать этими защитниками. Слава Богу за эту привилегию. Братья и сестры, воспользуйтесь этой привилегией, воспользуйтесь этой властью. И, войдя в эту позицию царя, просто противостаньте врагу. У вас есть от Господа полномочия это делать. Слава Богу! Второе, что входит в функции царя, творить справедливый и милостивый суд. Ну, может быть, сокращая время, я на этом не буду останавливаться. И цари, они символизировали силу и власть, богущество. Братья и сестры, кому, как ни церкви, дана власть? Иисус сказал тебе, брат, сестра, даю вам власть, даю вам власть, наступать на змей, скорпион, на всю силу вражью. Я даю вам власть. И то, что свяжете на земле, будет связано на небе, что разрешите на земле, будет разрешено на небеса. Церковь тебе дана власть и сила. Слава нашему Богу! Я порой смотрю, вы знаете, на эту светскую власть. Господь поставляет царей, Господь поставляет правителей в разных странах. В нашей стране будут скоро выборы, и мы будем молиться о том, чтобы власть от Господа была дана тому, кого изберу, чтобы он стоял за дело Божие, за Церковь Божия, за детей Божий. Вы знаете, но я, наблюдая за этой властью земной, смотрю, что порой они имеют столько много полномочий, столько власти и силы, и порой они пользуются неправильно, но не об этом я хочу сказать. Я просто не часто, но иногда просматривая, прослушивая новости, смотрю, заявление сделал какой-то правитель, особенно больших стран, или нашей страны, или другой какой-то большой страны, и от этого заявления и нефть дорожает, или дешевеет, и разные акции там, цена падает, так реагирует на слова великих людей, президентов, власть имеющих, правда? И я понимаю, что в их руках, в их власти, рычаги управления, и порой этим пользуются, как на добро, так и на зло, порой что-то не получается, но это производит сильное движение в мире, заявление только. Но смотрите, что да, на церкви, братья и сестры, мы с вами можем делать заявление, потому что мы цари пред Богом, и наше заявление о наших родных, о нашей церкви, о нашем городе, оно может произвести такую перемену, что все намерения врага, они будут просто уничтожены, разрушены, потому что ты имеешь власть от Бога делать заявление, слава Богу, и твое заявление, оно намного мощнее и сильнее заявлений царей земных, почему? Потому что за Твоим заявлением, которое оно основано на Слове Божьем, стоит сам Господь, слава Богу, делайте заявление во славу Божию о нашей стране, о нашей земле, о наших детях, о тех, кто окружает нас, делайте заявление во спасение, во исцеление, во имя Иисуса Христа, я делаю сегодня заявление о этой церкви, что сильное пробуждение придет, и многие люди придут, и дары Божьи будут проявляться, и Царство Божье будет очень сильно проявляться на этом месте, слава Богу, слава Богу, братья и сестры, каждый раз, когда вы пред Господом склоняетесь, делайте заявление, потому что вы имеете силу и власть, данную вам Богом, делать это, слава Богу, какая привилегия дана нам, мы особенные люди, народ особенный, избранный, слава Богу, царственное священство, так много еще хотелось бы сказать, но хочу подводить уже к заключению моего слова, когда-то, избирая на царство Давида, Господь произнес такие слова Самуилу, который должен был помазать его на царство, он говорит, я нашел мужа по сердцу моему, который исполнит все хотения мои, все желания мои, братья и сестры, и вот таких царей Господь хочет видеть в церкви, которые исполняют все желания Господа, знаешь ли ты его желания? Возможно, мы ходим в церковь, возможно, мы называемся и являемся членами церкви, и возможно, в нашей жизни мы регулярны в служениях, братья и сестры, нам так важно познавать его волю, нам так важно знать его желания, почему? Потому что он хочет, чтобы ты как царь, как его представитель на земле здесь, мог исполнить его желания, у тебя есть для этого власть и сила, слава Богу, стань человеком, который исполнит желания Господа, и его желания, вы знаете, относительно и ваших семей, как я сказал, и нашей церкви, и всего остального, о чем вы молитесь. Последний пример, это сам Иисус Христос, он пришел на землю, и он является нашим царем, слава Богу. Когда-то давно, уже много лет прошло, и готовясь к рождественскому служению, у меня получились такие строчки об Иисусе Христе, и мы тогда, я тогда написал, кто сей, лежащий в яслях Вифлеема, младенец, кому хоры ангелов пели, сокрылся в одном милом облике детском, и Царь, и слуга, человек, и Бог вечный. Братья и мои сестры, нам так часто хочется быть или царем прославленным, или просто мы видим слугой себя, или вот по-разному, но в Иисусе Христе мы видим, что все эти ипостаси отразились, Он был нашим царем, Он пришел, чтобы служить, Он стал человеком, Бог всемогущий, слава Богу. Братья и сестры, и в чем же проявлялось Его царство здесь на земле? Ангелы провозгласили Его царем. Ирод взволновался, потому что Царь рожден. Впоследствии вся Его жизнь, люди по-разному воспринимали Его, но Его люди хотели сделать царем. И когда Он шел в Иерусалим, Ему постелали там пальмовые ветви, одежды, кричали, благословен, грядущего имя Господня, Его царем провозгласили, Царь Израилев. И впоследствии, вы знаете, что Он в такой славе вошел, но прошло буквально несколько дней, и Пилат выводит Его перед народом, весь израненный, и на голове Его корона, вернее, подобие короны, венец терновый, который пронизал Его тело, Его чело, и кровь струилась. И было очень страшно смотреть, и произнес слова Пилат, «Се, царь ваш!» И тогда народ закричал, «Нет, у нас другого царя, кроме Кесаря!» Но тем не менее, прошло время, его подняли на Голговский крест, и там была написана над ним надпись, «Се есть царь иудейский!» Братья мои, сестры, Иисус проходил вот это время, ради меня и тебя, Он выполнял функции царя. И хотя люди не видели в нем царя, они видели в нем просто настолько обезображенного человека в терновом венце, какой же это царь! Его видели как преступник, который умирает на позорном кресте, но в это же время Он выполнял функции царя, чтобы спасти тебя. Функция царя не для того, только чтобы корону носить и на троне сидеть. Функция царя, чтобы стать благословением для своих людей, чтобы принести благословение, Иисус до конца исполнил эту функцию, и на Голговском кресте Он умер за нас. Слава нашему царю, Иисусу Христу! И мы, войдя в Его царство, являемся Его представителями. Иисус до конца,